Продолжение следует... На сегодня назначен торжественный светлый прием ноябрю. Смотрите, настолько отчаянно солнце, что холод почти незаметен. Погодите минутку, подбросьте монетку, я номер дождя наберу. Нужно все рассказать ему лично, чтобы не было сплетен. На сегодня назначена осень, вернее, ее молчаливый таинственный выход второй. Если пафос излишним покажется вам, приходите попозже к фуршету. Может быть, станет ясно вполне к тому времени, кто здесь подлец, кто герой. И, возможно, нам что-то расскажут еще неожиданное по сюжету. Мне сегодня, когда-нибудь, дни через тридцать, три раза по триста, еще предстоит дорасти до декабрьской декады хрустящего предвосхищения. А пока выбирай угощение на скатерти желтой, на красное ставь, за зеленым смотри. А пока ноябрю лепят странный ярлык, месяц ноя, вот знак бестолкового мщения. В этом стихотворении была строчка, давшая название нашей программе. На сегодня назначена осень. А еще одно слово, или даже два, которые появились у меня в лексиконе, это предкнижие и послекнижие. Ну, просто потому, что вот буквально сейчас верстается поэтическая книга, которая должна выйти в 2018 году. Поэтому я нахожусь в состоянии предкнижие. А то, что пишется после, то, что не вошло в книгу, я называю после книжия. И вот, как это сейчас, что ли сказать, модно, почему-то решил публиковать в Фейсбуке. Вот буквально все, что пишу. Итак, вот в этом настроении, но пока что очень старая песня, написанная по стихам Юрия Левитанского. А что же будет дальше, что же дальше? Уже за той чертой, за тем порогом, А дальше будет фабула иная И новым завершится Эпилогом, и снова будет дождь бродить по саду И будет пахнуть сад Светло и влажно Будет это с нами Или с кем-то В конце концов не так уж Это важно И кто-то вскрикнет Нет, не уезжайте Я пропаду Пущусь за вами следом А будет это с нами Или с другими В конечном счете суть Уже не в этом И кто-то от обиды задохнется И кто-то от восторга А немеет А будет это с нами Или не с нами В конце концов Значения не имеет А что же будет дальше, что же дальше И снова будет дождь бродить по саду И будет пахнуть сад Светло и влажно А будет это с нами Или не с нами По существу Не так уж Это важно Я, наверное, уже часто об этом говорю На всяком выступлении Что в последние два года Как раз Окончившиеся книгой Поэзия очень сильно Сильно имеет перевес над песнями И сегодня в нашей программе Вы это заметите Посвящение моей жене Тане Которая, к сожалению, сегодня Из-за сильного кашля Должна была остаться дома А что можно сделать Когда на две части нас делят И войны, и мир Где своим чередом Жизнь и смерть Тебе нужно ехать А мне оставаться Не так ли? И это мы сами Мы сами Не роли в спектакль А что можно сделать Когда на две части нас делят Не только земная Еще и небесная тверть И ты примиряешь Как новое платье Разлуку Ее предсказать невозможно И как избежать? Тебе нужно ехать внезапно Действительно надо И я умолкаю И блекнет моя серенада И ты примиряешь Как новое платье Разлуку Уехать нельзя Значит, нужно и впрямо Езжать И ты примиряешь Меня с расстоянием Этим Расстаться на время Бывает полезно Двоим Тебе нужно ехать А мне оставаться Ну что же Разлука дана Чтобы мы стали Друг другу дороже И ты примиряешь Меня с расставанием Этим И каждый из нас Понимает Насколько любим Спасибо Следующая песня Это посвящение Ганну Себастьяну Баху На плечах января Белый бунт Белый фраг На крахмале На щедра рубаха Высыхает акрил Звездный сыплется лак Снег танцует Под музыку Баха Снег танцует Под музыку Баха Словно этот январь Из немецких крестьян Будто он и не римлянин Вовсе Неужели для нас Иоганн Себастьян Вновь вращает Небесные оси Так легко перепутать Сонату и сон Это все было до Или после Было ре Было до Миг и след занесен Только изморозь музыки поздней Только изморозь музыки поздней Спасибо большое Мои Мои Сегодня Я Если не мои стихи Я скажу Что они не мои Спасибо большое Вы знаете В моей книге Будет Целый ряд Довольно больших циклов И вот Один из них Музыкальный цикл То есть цикл о музыке Как-то интересно происходит Уже наверное почти год Не появляются Песни А стихов так много И в них так много музыки И о музыке Может быть в этом есть какой-то Смысл Какой-то баланс И вот В большом музыкальном цикле В моей книге Есть Подцикл Это органный цикл Так уж сложилось В моей жизни Что появился этот цикл И вот есть такая Вещь может быть Не сразу Ну не сразу обращаешь на это внимание И об этом не думаешь На самом деле органы гибнут иногда Это может касаться И Львова И Киева Есть такая тема И вот один из органов Который Близок мне Ну просто потому Что он находится В Киевском Александровском костеле Не только костел Но вообще Это замечательная Местность Небольшой этот участок Который Можно открыть для себя Совершенно по-новому И вот сейчас Два стихотворения Будут А между ними песня Все они связаны С купеческим садом С Александровским костелом В котором Вот этот самый орган Который находится В не очень хорошем состоянии И к сожалению Помочь ему не удается Связано с Панорамой Голгофа Замечательное место Которое в Киеве Существовало До наших Мракобесных 1930-х годов Где показывали Большое полотно 90 с лишним метров На 12 метров Примерно Изображавшие Голгофские события Это была Панорама Голгофа Прямо напротив Александровского костела Вот как раз Через улицу Трехсветительскую Там где сейчас Владимирская горка Уже вот Памятник Данте Недавно поставили Примерно там И вот Панорама Голгофа Которую Которую Судя по всему Наверняка Посещал Миша Булгаков И это Одно из Одно из тех Замечательных мест Которые Потом конечно же Отразились В его мастере Итак Первое стихотворение Вот об этом Гибнущем органе Долго зимний Не таял хорал Ослепительно светил А в костеле орган Умирал И никто не заметил Что рыдал Задыхался Хрипел Что посяды Просил он Погибал Но по-прежнему Пел О себе О мессии Пел о том Что безжалостный час Разделить ему не с кем Пел и плакал О каждом из нас И о детстве немецком Обескровленный Зимний Хорал Ночь наполнила Тушью А в костеле орган Умирал Не стерпев Равнодушья И песня Весна в купеческом саду Ну может быть Кто-то еще не слышал Об этом Купеческий сад Это парк Вокруг Нынешней филармонии А когда-то Купеческого собрания Я люблю его И сейчас Называть купеческим Хотя он уже Называется По-моему Крещатым Что ли Иной раз В старых названиях В прежних Ориентируешься лучше Страмвая спрыгнуть на ходу И быть как в детстве Сорванцами Весна в купеческом саду Заигрывает с деревцами Вечернее кожденье Ночует эхо в куполах Ничем себя не выдавая Взгляни на кронах и стволах Застыла музыка живая Бессонный парк Подай мне знак Едва заметно торопливо Когда возникнет пастернап Над гулкой теменью обрыва И не поймешь в каком году Проложен мостик Меж сердцами Весна в купеческом саду Давно оставленном купцами И не поймешь в каком году Проложен мостик Меж сердцами Весна в купеческом саду Ветер лунный играл тетевой Не заметив, что ночь полыхает Спит тревожно орган духовой И прогорклое время вдыхает Беспокойного жара его Не остудит ни фуги, ни стров Не осталось уже ничего От камней панорамы голгофы Что лукавому чистый четверг Он исходит бессильную злобой Гауптверк, уберверк, фейерверк Ты на вкус эту азбуку пробуй А потом до рассвета следи Что небесный сулит бестиарий Дрогнет сердце осколком в груди Всякий город немой планетарий Не удержится, выстрелит лук Птица время лишится ночлега Но опять то носок, то каблук Обозначат подобие бега Ну же голову музыки впасть Что за сладкий дурман поединка Так привержена целому часть Так стихии послушна пылинка Ночь бледнеет, ложатся у ног Сад купеческий, сад гефсиманский Это дышит языческий Бог Это Бог говорит христианский Следующая песня посвящена вообще-то моей маме Выросшей на Волге в селе Ильинка Ну, Ильинка такое название, что она где угодно Может нам встретиться Мы до сих пор общаемся с мальчиком В маминой юности он был мальчиком Теперь он уже совсем не мальчик Это был сын семьи еврейского фотографа И там, где мама росла Они приезжали каждое лето на дачу Из Горького, из Нижнего Новгорода Встрепенувшись, замрет паутинка До утра не собрать желудей А сентябрь, поселившись в Ильинке А сентябрь, поселившись в Ильинке Во своясе торопит людей То ли Волга в глазах, то ли влага Что ж ты бросишься клен на костер Но представь, сохранила бумага Но представь, сохранила бумага Силуэты соседок, сестер Сны, надежды и лето в придачу Затаённый, неясный мотив Снова детство поедет на дачу Снова детство поедет на дачу И старинный возьмёт объектив Тип аркадера грозная лапа Нежность женщин и сила мужчин А на фото, где мама и папа А на фото, где мама и папа Ни царапинок, нет, ни морщин Ни царапинок, нет, ни морщин Спасибо большое Вот из киевского цикла, который занимает большое место в книге Ильинская, Воложская, Почанинская, Братская А сестринской нет В октябре обнаруживается, что колкое время Пахнущий шерстью плед Закутайся в него, чтобы согреться Произнеси, как водится, мёд И чай, а грустить кончай Подольские имена Велес, Борис и Глеб Всех не перечислить Масло разлуку намажь Навстречу хлеб Этому бутерброду не нужно ни сыра, ни колбасы Ты носишь в мобильном А вовсе не на руке часы Боричев ток бежит в проводах И нужно смириться с тем, что столько всего Помещается внутри твоих микросхем Пока ты пытаешься вспомнить Названия все И каждое хотя бы про себя произнести Более двух с половиной сотен стран Лежат у тебя в горсти Ярославская, Щековицкая, Еленовская А Сестринской нет Ты повторяешь четкие имены Кажется со стороны, что этот опонимический бред Вместо жительства такая условность Зато абсолютная смерть, любовь и листва Тебе всего лишь нужно дойти до церкви Рождества Или до самого Рождества католического День празднования которого объявили в этом году выходным А ты понимаешь, что всякий выход на самом деле вход Нужно только попросить, чтобы шел в другую сторону дым Нужно только успеть, пока окончательно не распоясались костры И ничего, что у тебя в городе этом Ни брата нет, ни сестры А это стихотворение привезено из деревни, где мы с Таней в прошлом году побывали Это ее деревня, родная украинская деревня в Омской области Основанная лет примерно 120 назад Ни сад, а всего лишь две вишни юных в бабушкином дворе Кроме дождей, метелей, морозов, ничто им не угрожает Но всякий художник заводит беседу и спор о зле и добре Ему достаточно просто взглянуть на то, что его окружает Не сад, всего лишь порыв, предтеча Зароды ж зерноли, намекли, на тремоло листьев На мысли о саде, где бисер горит вишневый Сорви эту боль, эту были, небыль, вдохни, пока не намокли Искиз тишины, набросок надежды И сумрак чернильно-новый Двум юным старинным деревьям, птицам, плодами делиться не с кем Слегка приоткрытые губы заката Наполнились соком кислым Из пламени лет, из вишневого дыма возник силуэт Раневской И взрослая комната стала детской И жизнь озарилась смыслом Вы знаете, очень о многом пишется Я вот сам, ей Богу, не перестаю удивляться этому потоку И как это все происходит Но вот в этом периоде есть вещи невероятно важные И невероятно сложные Сейчас будет песня и стихотворение Очень сложную тему Можно и не хлопать, я думаю Не так давно в Театре Франка были вновь Нет, простите, не вновь В Театре Франка были устроены несколько видеопоказов Совершенно изумительного спектакля Я думаю, лучшего спектакля Среди прочих Тевьи Тевель Где в главной роли Богдан Сильвестрович Ступка В этом спектакле звучит музыка Московского композитора Михаила Глуза И вот его тему, которая красной нитью проходит Через этот спектакль Я использовал и в своей песне Маме Я уже никогда не умру Тате Так и буду стоять в яру Бобе Спрячь под снегом твоей седины Зейде Зейде Я отныне дитя войны Змись река Моисеева Бездумно плыви рассеяно Впадай Словно песня в яр Пожар Гори ручейками малыми Там осень с глазами алыми Не может унять пожар Плетутся жилища, бросив куда Их зовет Иосиф И что? Каждый шаг таит Останется память влага Уже полотно оврага Разостлано, как Толит Бобе Бобе Спрячь под снегом твоей седины Зейде Я дождусь окончания войны Тате Так и буду стоять в веру Маме 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 Я уже никогда Ну, еще одна вещь В общем-то Общеизвестно Что в концлагерях немецких Были еврейские оркестры И вот еще я Прочел не так давно Книгу Романа Коффмана Пасторальная симфония Или как и жил при немцах И это стихотворение оттуда Здесь буквально игра слов Знаете, на грани Казалось бы фола Но нет Вот так это прозвучало у меня Концлагерь Это место, где репетируют Где играют концерты Какая невероятная концентрация музыки Исполняют, например, Бетховена Подошел бы любой немецкий композитор Потому что здесь даже музыка не имеет Скоро премьера Каждый раз премьера Опять премьера Но почему не пригласили автора Или он не согласился прийти Кажется, этот композитор ослеп или оглох Кажется, сюда вчера приходил Бог Его не узнали Он был слишком худ Какая невероятная концентрация иуд Снова премьера Слишком часто в оркестре меняется состав На станцию слышать и прибыл новый состав Помните этого мальчика со скрипкой Да нет, не он Еще один освободили вагон На старик с виолончелью Нет, на том не было очков Но он мог их снять В такие минуты что-то происходит со зрением А слух и здесь не могут отнять А музыка и здесь постараль В ней не могут соседствовать сталь И хрусталь Сегодня премьера концерта Концлагерь Концларго Конец Спасибо Ну мы с вами Забыть об этом невозможно Но мы с вами перевернем страницу Конечно же И пойдем дальше Спасибо, что вы это Услышали Знаете, такой вот диптих Я даже не знаю, как назвать этот жанр Свет мой зеркальце кривое Ты всю правду исковеркой Что там прячут эти двое За холстом, за чудо-дверкой Искази любые сказки Приуразь, приври немое Нет ни славы, ни огласки Не боятся эти двое Речи дар давно утерян Свет мой зеркальце А ну-ка покажи, где храм, где терем Где свидание, где разлука Тьма моя, мой свет закатный И зари огонь зеркальный Отправляйся в путь обратный Королевич мой опальный Свет мой диво-отраженье Ты зеркал кривых не терпишь Продолжай свое окружение Небу веришь, землю вертишь Спой мне песню, как синица Тихо, тихо, громко, громко Спой мне песню, как царица Будто нищенка, котомка Наполняется дорожную музыкою Многомудрую, земною, стоязыкою Спой мне песню, как девица Как старушка Будет сердцу веселее Спи, столица, покоряйся иноверцу Буря мглою небо кроет Юность бедная Спой, подружка, где же кружка Кружка медная Это песня из киевского цикла Я даже не успел этого сообразить Когда строил программу Песня посвящена киевским визитам Александра Пушкина Сегодня осень даже у меня в голосе Солнце садится, какая досада Пологоранжевый замер на шпиле Слышишь цикады из царского сада Хрупкая музыка киевской были Было бы только чему удивиться Город и век, унесенный рекою Дремлет вздыхальница Спит щековица В сумрак подольский, уткнувшись щекою Жизнь бесконечная, что за нелепость Снова поэту немного за двадцать Новые строки и старая крепость Быть две недели надолго остаться Можно до церкви дойти близлежащей Можно Днепром любоваться немея Долго беседовать с музой кружащей Пусть не кончается эта аллея Как незаметно по мере прогулки Роща исчезла, снега отбелели Вспыхнет лампада в слепом переулке Сон постояльца опять о дуэли Лето окончится, но повторится Сердцу беспеченному много ли надо Слышишь цикады из царского сада Словно цикады из летнего сада Хрупкая музыка Собери ночи августа спелые Да смотри, не растрачивай зря А гроза предвещает успение Заостряет черты сентября И пока не раскрыт адрес явочный Кто еще будет взят на постой А за августом гостем дым яблочный По пятам за густым, негустой Что успели, чего не успели мы Подытожат кларонет и фагот Календарный обрывок успения За экватором комкает год Друзья, скажите, пожалуйста Кто из вас не знает, как все устроено В фейсбуке? Ну Просто следующее стихотворение Вот как раз Есть у меня два таких стихотворения Которые называются фейсбук Ну видите, в наш с вами лексикон Вошли такие слова, как Отфрендить и забанить Это значит удалить из друзей Забанить, заблокировать Скажем так И вот в пылу наших дискуссий Каких-то политических Или каких еще Мы вот можем удалить из друзей И это уже какая-то новая форма Взаимодействия Вот такое, наверное Это ироническое стихотворение У меня получилось о фейсбуке Ну а то, что вот можно в интернете Кому-то показать Называется ссылка Это понятно Этим можно поделиться и так далее Итак, такое вот стихотворение Нравится ссылка, которой вы поделились Которые вы подавились Поперхнулись Закашлялись до слез Посещение цирка Хэллоуин Праздник горе Кому свежие ссылки Перемещение времени Осуществляет лента Нравится ссылка И раздражает лето Мелкая до щиколота кричушка Просится в ленту Как навязчивая подружка Спрашивает, ты что? Ты, наверное, сбрендил Третьего дня в 3.30 Меня отфрендил Это кого еще ты в друзья добавил Утром добавил А в полдень меня забанил Бросится в ленту Словно кинутся в лету Лента становится полноводнее к лету Нравится ссылка Тогда обращайся в личку И не заметишь Как это войдет в привычку Нравится еще двум Трем Десяти человекам Выбери по каким Судоходным рекам Лучше спускаться По каким тебе В плавь пуститься Завтра в 3.30 Ты скажешь Друзья, не спится Их у тебя Девятьсот пятьдесят Две тысячи Соревнования Торг несъедобной пищи Ссылка не нравится Хроника не вмещает Завтра тебя не будет Фейсбук вещает Завтра тебе сочувствует Ставит лайки Ссылка не нравится Бродят по небу стайки Туч в ноябре Ссылка настолько бесит Где же душа блуждает И сколько весит Спасибо Еще одна киевская песня Священа она Владимиру Каденко И Дмитрию Кимельфельду Обычно мы называем Памятник колонной Магдабургского права А с тех пор Как появился Памятник Владимиру Потому что этот памятник Появился в самом начале Девятнадцатого века Памятник Владимиру В 1853 году И вот с тех пор Как появился Памятник Владимиру То колонна Магдабургского права Еще может быть названа Нижний памятник Владимиру Поэтому и песня такая Вспыхнет ночь неизгладимая Старый сад утонет В Сурике Нижний памятник Владимиру Двести лет пронзает сумерки Днепр и Эльба Не увидится Торный путь стезя торговая Не молчи, река провидится Что не день страница новая Не молчи, река провидится Что не день картина новая Память птица, память маятник Что сотрется, что останется Видишь в небе нижний памятник Он до верхнего дотянется У часовни время хмурится Отыщу родник под глиною И пройду теперь не улицей А крещатую долиною Вновь стою на древнем склоне Я окружен ветвями добрыми Мой удел, моя Саксония Здесь права мои не попраны Благодать непобедимая Лето, горочка хрустящая Нижний памятник Владимиру Третий век, стрела летящая Нижний памятник Владимиру Третий век Иногда разговор с городом Может быть очень сложным Неожиданно драматическим Избегаю банальности Вроде стикса и леты Все бледнее мои картинки переводные Так старательно прячешь Киев, домов, скелеты Словно формы существования Переходные Годы окна отворены И хотя ослепли Нет, по этой самой причине По этой самой не скрипят, а поют Об огне О судьбе, о пепле И глаза пустоты Над кирпичной смеются драмой Если можно любить сильнее Тебя покинув Измени, прогони Отними даже крылья кровли Чтобы все твои раны Чувствовать кожей Киев Я желаю ножом разлуки Быть обескровлен Притяжательный твой падеж Притяженье омут Как ты смеешь за горло Рукою держать Костлявой Полоумный старик Прекрати этот страшный опыт Пропади Утанни Привидением по небу Плавай Киеве Шафтубидоранку Холоне Прощуре Егупче Вавилоне Знаете, этому стихотворению Я обязан общением Сразу с несколькими людьми Это и Григорий Фалькович Который пишет прекрасно На украинском Просто изумительно Это и Юлия Смелянская Директор института иудаики Экскурсовод Это и Влада Осмак Тоже экскурсовод и культуролог Которая часто спрашивает Как вы думаете Какая у Киева душа Женская или мужская То есть, несмотря на то, что мы привыкли Считать Киев Мужчиной Вот столько всяких Столько всяких потоков Встречаются в одном А следующая песня Появилась у меня быстро Но, пожалуй, рождалась она Несколько лет Я услышал о том, что в Киеве есть Простите, был У меня иногда это просто путается уже Да, было и есть До 41-го года До страшных взрывов на Крещатике Начавшихся на углу улицы Прорезной и Крещатика Два дома напротив Взорвались Существовал в Киеве музыкальный переулок Который вел Очень короткий Параллелен был Крещатик Вот чуть ниже, чем нынешняя улица Гринченко, уходящая в арку Очень короткий переулок Вел к зданию Которое в 1870-х годах Было построено по проекту Архитектора Александра Шили Это была старая Киевская консерватория К сожалению В 41-м году От нее практически ничего не осталось Александр Шили проектировал Также Городскую думу на Крещатике На Майдане Рисовал эскизы фонтанов Термена, которые мы все с вами Хорошо знаем У Золотых ворот В Мариинском парке В сквере Гончара Так что это посвящение И несуществующему уже музыкальному переулку И Александру Шили И этим фонтанам Вот еще одна такая Киевская страничка А тут Я говорю о довоенном кино Знаете, и правда На этой На Крещатике Было много кинотеатров В ту пору И я сейчас Пожалуй Не вспомню точно Где я это прочитал То ли у Дмитрия Малакова То ли еще у кого-то Этот человек Который об этом вспоминает Был ребенком По-моему Ему хотелось Повасть в кино Мама его увела А через полчаса Оттуда увела А через полчаса Начались вот эти взрывы В переулке музыкальном смолкла музыка давно Перепуганные ноты Перепуганные ноты Улетели И не вспомнит Прорезная До военного кино И глумятся над руинами метели И глумятся над руинами метели В переулке В переулке моментальном дне И лиц не разгляжу Слов не слышу Очертаний не увижу Здесь погибли сто роялей Заколдовано твержу И орган в огне отчаянном не выжил И орган в огне отчаянном не выжил Но опять фонтан термена Цетит музыку воды Пусть летит она По улицам плеская На крещате говорливой За мгновенье до беды Где лежит под ковой дума городская Где лежит под ковой дума городская В музыкальном переулке Музыка жива Так что видите мы с вами сегодня Конечно же говорим о живой музыке Что-то теряется А что-то и находится Как например река Почайна Которую сейчас возрождают из небытия Ну знаете здесь вот Еще такой эпизод Музыкальная тема Пересеклась у меня С тоже довольно сложной темой Чернобыля и Припяти И это стихотворение На самом деле посвящено Детской школе искусств города Припять Ну понятно там сейчас Стало довольно популярным местом экскурсии Чернобыль Но тем не менее Что такое Припять мы с вами понимаем Сами Память музыка Ты ангел Или демон Ты и маленькая Выше великанов Тут вчера еще был город Где он Где он Город здесь Но будет ним теперь Веками Время рвется словно струны Будто пленка Время лава и воронка Глотка зверя Мама музыка скучает по ребенку Он вчера еще был здесь И вот потерян Люди выехали Музыка осталась Искалеченный рояль Сплеснул крылами Люди плакали А музыка смеялась Нервно сдавлена Карабкалась парами Попыталась улизнуть Но чувство долга Но беспомощность Но гонор и отвага Люди выехали Их не будет долго Плачет музыка Скулит Но эта влага Управляет лодкой легкой На блюде Лунном В масляном Полощется корыти Верит музыка Надеется А люди Не вернутся Тише Ей Не говорите Еще одно стихотворение Оно Ну это собственно говоря Связано с Органным произведением Николая Тревердиева Чернобыль Есть у него и такое В долгом месяце Чернобыльском Натяжение Арканное Новый день Терзает Обыском Ищет золото Органное Колесо Эвакуации Стонет Сколько Неверти его Воплощение Радиации В музыке В языке Ревердиева В музыке Его Музейная Обостренная Застывшая В мудрости Его Рассеяно Смирно Дремлет Слово Бывшее В полумесяце Чернобыльском Полоумном Полумертвенном Новый день Горячим Отблеском Промелькнет Весенним Ветреным Это песня И стихотворение Связанное С Андреевским Спуском И Замковой Горой О стихотворении Я скажу Еще немного А пока Песня Оставляйте Многолюдные Перы Предлагаю Вам Прекрасную Затею Посетить Хозяйку Замковой Горы То ли Ведьму То ли Птицу То ли Фею Ты Нахмуришься Вершину Покорив Хоть Совсем Невысока Навзгляни-ка Говорит Тебе Придуманный Хариф Что За Город Ты боярин И Калика А забудешься Засмотришься Взлетишь Меж Столетиями Просачивая Словка Кресты Латы Волхованье И фетиш Все на Свете Повидала Киселевка Вот уже Не узнать Наверняка Что Сбылась А что Привиделось Во мраке То ли Шерсть Овечью То ли Облака Примеряют Гончары И кожемяки Подождите Закоулки И дворы Мы хотим Поближе К небу Очутиться Встретит Нас Хозяйка Самковой Горы То ли Ведьма То ли Фея То ли Птица То ли Ведьма То ли Фея То ли Птица То ли Ведьма То ли Птица Спасибо, и давайте немножко прервемся на антракт Продолжение следует...